У коллекции есть метод итератор, унаследованный от интерфейса java.util.iterable и возвращающий экземпляр java.util.iterator. Этот интерфейс позволяет единообразно обходить элементы любой коллекции, не задумываясь о ее внутреннем устройстве, будь то дерево, связанный список или массив. У итератора есть три метода. Первый, hasNext, это проверка наличия следующего элемента. Второй, next, это получение того самого следующего элемента. И третий метод, не нарисованный здесь, это метод remove, удаляющий текущий элемент из коллекции. Текущим считается тот элемент, который был последним возвращен из next. Что логично, так как чтобы определить, удалять нам элемент или нет, надо на него сначала посмотреть. Перед вызовом next надо обязательно проверять наличие элемента при помощи hasNext, так как при отсутствии следующего элемента метод next просит исключение java.util.no.such.element.exception. Вот этот кусочек кода, это пример обхода коллекции при помощи итератора. Цикл forEach позволяет записать то же самое короче. Он поддерживает не только массивы, но и любые экземпляры java.util.iterable. А по счастливому стечению обстоятельств интерфейс java.util.collection как раз наследуется от iterable. Второй способ записать обход коллекции более компактно, это воспользоваться методом forEach из того же интерфейса java.util.iterable. Метод принимает в качестве параметра экземпляр java.util.function.consumer, параметризованный типом t. Consumer это функциональный интерфейс с единственным методом accept от t. И в данном случае мы пользуемся возможностью инстанцировать функциональный интерфейс при помощи ссылки на метод. Однако, если в процессе обхода нужно удалять из коллекции некоторые элементы, то ни одна из сокращенных записей нам не подойдет. Придется использовать итератор явно. Попытка вызвать метод remove на самой коллекции в процессе обхода приведет к исключению java.util.concurrent.modification.exception. Коллекции не любят, когда их в процессе обхода меняют не через итератор. Продолжение следует. Продолжение следует.